всем привет блин ну это конечно жесть какая-то я вообще не понимаю как это работает только что светило солнце вышел думаю поройдусь в магазин и заодно видео запишу и начал идти дождь моросить все просто это наверно знак свыше что мне пора наверно прекращать с моим блогерством ой супер еще и ветер поднялся вообще просто замечательно просто идеально все как это скорее всего да скорее всего вы меня вот это в комментариях хейтите рассказываете какой я плохой как я выехал и карма на меня свалилась поэтому наверно надо прекращать записывать всякие видосики раз уж такое дело а если серьезно то вышел прогуляться потому что опять у меня болит спина я не понимаю хотя я понимаю из-за чего она опять болит блин то все так сильно напрягает вчера съездили с женой купили шкаф для детей за 50 евро вот и пока поехали короче люди эти живут на пятом этаже пока я его разобрал пока я его спустил потому что вдвоем она неудобно пешком с пятого этажа все это дело куда сюда тягать ну короче потом пока загрузили машину приехали все это выгрузили занесли потом я его еще собирал не скорее всего вот это туда сюда и короче спинку опять подорвала теперь опять зараза так всегда личный нерв с левой стороны давит прям идешь и хромаешь короче как ни одно так другое вроде и старался как бы спиной не поднимать но все равно она дает о себе знать короче тяжело пока тяжело все это дается вчера записался в тренажерный зал сначала пошел узнал вот там сказали что типа я думал как у нас в украине пришел типа заплатил денег им купил абонемент а как оказалось нужно во первых это все оформлять через интернет вот подвязываешь там свою карту прописку где-то и получается заключаешь контракт на определенный срок я заключил там у них акция была февраль и март бесплатно с 1 апреля и до 1 до апреля получается 25 года абонемент стоит 24 99 в месяц короче вчера все это дело оформил вот и теперь надо начать ходить сегодня хотел пойти сегодня с утра проснулся у меня жуткая боль в спине ну не в спине а всегда лишь на нерве ну и короче не получилось ходить вот а сейчас вышел прогуляться немножко размяться так сказать машины извините если шума постараюсь шума шумоподавление сделать как нибудь чтоб меня было лучше слышно вы короче вот завтра пойду тренажерный зал потому что это не годится плюс бассейн тоже стараюсь ходить хотя бы пару раз в неделю бассейн блин я как начал ходить так бассейн подорожал сначала был 220 по моему или 230 евро за два часа а сейчас бассейн уже 44 евро за два часа как это работает я не знаю то ли я такой удачный то ли хрен его знаю ну короче шума ему то моему я кто кажется вы опять под последним видео начали разводить срач комментариях пишите как я выехал расскажи-ка ты мне дорогой мой человек как ты выехал люди которые смотрят меня уже давным-давно знают во первых есть видео на главной странице канала этого закрепленное переходите и сразу открываете его вверху там есть вся информация как я выехал если не нашли то ну извините это уже как бы ваши проблемы для тех кто в танке объясню что мне сделали операцию на позвоночнике удалили грыжу огромную меня было защемление нерва поэтому мне поставили 6 штифтов позвоночник плюс у меня порез стоп они мершие стопы левая это вообще там темный лес я не знаю уже наверное на всю жизнь она у меня будет немевшая вот правая нога еще так более-менее отпустила слава богу подшот и связи с этим мне дали инвалидность и с этой инвалидностью я выехал на автомобиле все официально через границу спорь в польшу есть полностью серия видео как я выехал эти видео у меня на основном моем канале ссылка на канал в описании каждого видео плюс вы можете перейти на мой канал и с правой стороны во вкладке каналы также есть ссылка на мой основной канал там такой желтый значок канал называется просто виджем это виджем дейли основной мой канал называется виджем так что кому интересно пожалуйста переходите и смотрите и хватит писать эти гадости в комментариях погодка сегодня просто шикарная 16 февраля на улице 16 градусов тепла я сегодня целый день ходил в одном костюме а сейчас уже под вечер и ветерок поднялся и дождик конечно же потому что виталик собрался видео записывать ну короче решил одеть курточку чтоб не продувал такие вот дела прошлом видео также говорил что я продаю машину свою вот и еще раз повторюсь что кому нужна машина пишите мне в телеграм продаю свою ласточку любимую которую ни разу меня не подводила это шевролева чете 2004 года выпуска 1.6 механика реальный пробег 92 тысячи километров не скрученный покупал я ее с пробегом 45 тысяч у семьи знакомых короче у знакомой семьи она стояла в гараже около восьми лет на не никто не ездил потому что владелец умер ну и жена решила в общем ее продать и владельцам счастливым владельцам оказался конкретно я поэтому машина ухоженная полностью обслуженная перед поездкой германию я поменял все расходники все жидкости жидкость ядроусилителя антифриз тормозная жидкость есть масло в коробке также поменяно вот и сейчас через тысячу километров если не продам у меня уже есть масло его с украины привез масло фильтр масляный в общем поменяю на свеженькое масло машина вы будете полностью довольны не гнилая не ржавая по днищу все идеально это лачете первых годов выпуска поэтому днища у нее полностью в идеальном состоянии машина вернее не машина а кузов оцинкованный не ржащины абсолютно не день чего нет установлена 2 диновая магнитола с блютузом с ауксом с юсб и плюс не подключена камера заднего вида а также что еще из доработок это поменяна приборная панель на ледовскую собственно все остальное все полностью оригинальная так что кому интересно пишите мне в telegram желательно я хочу чтоб машина продалась для украинского рынка именно в украину если будет какой-то реальный покупатель свяжемся с вами встретимся в польше или где выпишу вам генеральную доверенность на машину и вы спокойно и уже сможете переоформить в украине на себя и поставить ее на учет в общем как-то так также из последних новостей для беженцев в европе вчера тоже смотрел видео смотрел новости в общем некоторые пишут что даже после 25 года будут оставлять беженцев с украины в европе но скорее всего не просто оставлять а те кто халявщики те кто за эти получается сколько уже будет три года войны так и не обустроился в европе то скорее всего и будут либо уменьшать пособия выплаты вот и таким образом мотивировать людей чтобы они работали скорее всего так и будет никаких или я думаю депортировать вряд ли будут создавать такие условия чтобы люди устраивались на работу и начинали работать это вполне себе такой реалистичный сценарий